Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и хочу вам показать ещё один необычный формат при игре в Циву. Он на самом деле старый, просто в него очень редко играют, он не такой разнообразный, как в ФФА, сокращённо называется КТОН, это аббревиатура от Can't Trade or Negishate, то бишь нельзя торговать и вести дипломатию. В чём идея? Ну, разные там карты бывают, вот в данном случае мы договорились играть на картах-континентах, на котором рождается на одном континенте три игрока и на другом три игрока. То есть в этом формате игры вы должны всем, кого встречаете, сразу объявлять войну. И никакого мира вообще. Вы не можете не заключать мир, соответственно, вы не можете торговать, и там ни караваны пускать, ни обмениваться ресурсами. То есть, грубо говоря, это такая расширенная дуэль только на шестерых. Довольно весело получается. А это ещё у нас и Блиц КТОН. Блиц в том плане, что таймер стоит каждый ход длится только одну минуту. Только одну минуту. Знаете, как в шахматах есть Блицы, там, три-пять минут на всю партию, здесь на один ход одна минута, но для Цива это очень-очень быстро. Если вначале ты ещё нормально ходишь, то уже к ходу двадцатому-тридцатому тебе начинает не хватать таймера. И получается, что такая расширенная дуэль, вы втроём на континенте, постоянная война, довольно весело, но при этом, конечно, такая вот глубина дипломатических игр ФФА пропадает. Это, воспринимайте это как такую большую расширенную дуэль. Соответственно, нам будет всего одну серию, тут всё быстро закончится. Правила ещё такие. Пока вы не останетесь вдвоём, то бишь вы на своём континенте кого-то вынесли, и ваш соперник на другом континенте кого-то вынес, вы не имеете права строить корабли, переплывать на другой континенте. То есть вы должны разобраться со всеми соперниками на своём континенте. Ну, такие как бы полуфиналы из трёх человек, а потом в финал те, которые остались и победили. В общем, такой вот развлекательный, что ли, скорее формат. Быстрый, динамичный. Ну и пишите в комментариях, как вам это всё дело понравилось, и стоит ли такие игры ещё проводить. На этом всё. Приятного вам просмотра. Ну, вот это другое дело. Мне и место. Блин, я там в прошлый раз на воде был. А я в прошлый раз в центре был, сейчас на воде. Не-не-не, погнали. Да, я знаю, что сейчас нет еды, ведь от одной двухедовки отошёл, но тут место всё равно получше. Я просто... Тут скоро прибавится это... Даже, может, за три хода... Нет, пускай всё-таки еда идёт. Хоть какая-то, но еда. Тем более, тут сейчас лошади где-то будут явно вот на равнине. Блин, ну с Ксандором веселее было бы на континенте. Там бы точно войнушка такая была бы. Конечно, сверху Сиам, снизу ты. Ну. Такой Сангай в огне. Ну, я смотрю, сейчас все пока на море поставили. Повезло вам. Ну да, ничего так. Ну ничего. Отольются мышки кошкины слёзки. Да, захватим мы ваши стольни. Тоже будем на воде. Как ни странно, смотрите, в этот раз Марокко в пустыне появилась. Первый раз, когда мы начинали эту партию, я был не в пустыне. Так, ну что, эту ГЭшку на первую встречу мне просто надо очень желательно, да, очень желательно купить как можно быстрее клетку. А с прокликами на первой секунде по дефолту, типа, с начала одним, а потом уже остальными? Да, да. То есть фастклик только одним юнитом. Окей. Так, всё тут быстро, я по минимуму каменёму ещё одна ГЭшка. Ну, в принципе, обычно вот около Марокко много городов-государств. Это обычное дело. 55. Ну, кстати, уменьшается стоимость клеток, когда город вырастает. Поэтому мне сейчас дорого стоит. Например, на двух жителях он будет... 45, по-моему, будет стоить клетка. Но мне надо будет час купить, конечно же. Не ждать. Тоже Коломба первый нашёл. Ну, ты думай, куда бежать. Наверное, наверх. О, а, вот тут конец. Значит, я, наверное, сверху нахожусь. Я не думаю, что тут кто-то будет ещё. Ах, ты ж ёжик. Что он там, коржик? Ну, войну с собаками вёл. Ну, это не в смысле ёжик относительно тебя. Ну, типа, не лично ты. А ёжик. Не понимаю. Не лично ёжик, а ёжик? Ну, в плане, чтобы... ...как сердце не принимал. Чуть ниндзю потише сделаю, то у него как-то... ...очень... ...иногда обижается. Ну, да. Тебя бы собакой обозвали, а? Ты бы как к этому отнёсся? Я войну объявил. Ну, вот видишь, ёжик превентивно тебе. Он знал. Чё-то у меня с Яном пинг высокий. Ну, прыгает постоянно. Хотя там. У меня с ёжиком и Яном вообще не показывают. При том, что я изменикатуру. Хотя... ...лагов вроде нету никаких. О! Ёжик. Так, короче, мы с ниндзей и ёжиком, видимо... ...на одном континенте. Это уже интересно, да? Слушай, ёжик, ты там извини за собаку в этом все дела. Здесь у меня три ггшки рядом. Вот ещё третий сейчас я открою. Ну, это, кстати, обычное дело для Марокко. Ты его не нашёл. Ну, мы не обсуждаем эти там. Нашёл, не нашёл. Ёжик, если ты что-то говоришь, кстати, то тебя вообще не слышно, если ты что-то говоришь нам. Чё-то он, похоже, лагает. О! Надеюсь, никто пансион не принял, никто... Так, давайте подумаем, на что мне взять. Вот ты, скотина. Опять извиняйся. Да блин, ну, так нечестно на самом деле. Тут получается, он обидится и пойдёт меня пилить, а ты что же подключишься? Я даже не знаю, где вы, мы просто встретились с скаутами. Да, он, мои столицы, бэкбокс. Короче, ладно. Давайте, наверное, майнинг вот можно будет. Это же тоже нельзя говорить. Да, нельзя. Ну, в смысле, зачем? То есть, ты сейчас про свою столицу, это ладно, но как бы договариваться, что там кто-то кому-то нападает, сейчас иди мне помоги, его все войска тут у меня. Вот без этого. Тут тупо такая... Безинформативная игра. Ну, там я ресурсы не панятся, ничего. Я даже не знаю, что взять. Понял, принял. Давайте, может, веру от... Наверное, веру от пустыни. Блин, ты не спросишь, где он находится? Ага, вот американец где. Блин, а где ж тогда Минзи? Там Библа, вещачки, Петра, да? Угу. И кто-то прибежал, забрал. Да, да. Прекрасный план для проигрыша. Надо было раньше переключать. Так, что у нас с армией? Я второй. О, культура. Ну, воля, я буду волю играть. Тут, я не знаю, на такой карте, в таком режиме игры не в волю. Это будет странно. Ну, кстати, очень неплохие места у американца. Очень неплохо. Ну, такие... И еда есть. Ну, единственное, что луга, то есть вот он будет, если вырубать... Офига себе, как-то ты встал на джунгли и обстрелял меня. Развед. А, тьфу-то точно. Точняк. Лучше сказано это, по-моему, поймался. Главный прикол в том, что... А подождите, то есть... Американец... Я... Не знаю, за кого Лёха и Ксандрова. Мы на одном континенте, что ли? Ну, походу. Ты ещё и Ксандра встретил? Да. Нет, так выше с ним. Меня Касса встретил. Нет, стоп, а кто туда обстрелял тебя только что? Ксандра же? Нет, меня встретил... Меня американец обстрелял. Я ему просто сказал, как это возможно. А, я думал, это ты его обстрелял. Не, не, не. Тьфу-то. Ну, не пугай ты нас. Как-то наркоманское. Боже, я тут весь... Я согласен. Я тут весь обмазанный городами-государствами. Ну, зачем? Ну, это минусы мне, я сейчас говорю эту инфу, просто... И минусы. В копья вышел, три копья побежал. Это да. Блин, я об чем-нибудь обмазаться. Что за слыхал, у меня еще один игрок на континенте. Кроме американца. Нам бы найтись с тобой. Да, незачем это. Вон, американцы как бы нашли. Я ни на что не намекаю. Я не нашел его, я просто встретил его. Жаль, жаль. Да, интересно. Так, ну, тут все вроде в эту сторону. Хотя бы лошади есть. Там, например, американец не видит меня своим вот этим дубололом. Он не видит, кто его обстреливает. Мы очень далеко с американцем друг от друга. То есть, думаю, что вот именно с ним мне придется воевать. В начале. Ага, сям. Так, американец тоже в воле. Ну, тут... Давай, иди сюда. Не в волю без вариантов. Адра, с кем мы на континенте? С рим. А мы уже все встретились между собой? Ну вот, на строе встретилось. А то я все никак нинжи не найду. Может, он все-таки врет? Не надо. Может, он не с нами? Не, я на острове, пацаны. Забейте. Не, ну мы по-любому все втроем на острове. Так, вон есть... Ты бы одного человека встретил, хватит. Да, расту я медленно, к сожалению. Зачем кого-то еще искать? Я даже не буду строить... Площадь сначала вырасти надо. То есть, не буду спешить со строительством поселенцев. Упс. Это не я был. О, линзяка. Нас. Я въявил военпорта? А как ниндзя выключать? Япошкой? В смысле? Да, никто не помнит этот такси. Какой такси? Какой-то? На второй виде, в третьей части. Ну я не помню, на второй. Как они машину включают? Ниндзя, выключай. Япошка. Ниндзя сейчас, наверное, думает, это обидно или нет вообще, да? Да, я думаю. Стоит требовать извинений. Нашел бы войну, пообъявил бы точно. Напоминаю, что варвары тут выключены в игре. Это для того, чтобы, типа... Как он варвар скинул. Да, да. Потому что если они будут на море появляться, то, типа, вообще невозможно будет с ними справиться. Так, надо поставить сразу... Чтобы пророк мне дали. Так. Чтобы не забыть. Отлично. А, железо есть. Те же три производства, но при этом еще... И две еды. Но при этом еще два... Две, блин, этих... Золото. О. Вот куда американец убежал. Да ладно. Вот тут ты перекликал, да, главное? Да. Низи, ты уверен, что твой дубалон переживет подход к моему городу? Да, ладно, он это... Саицидник. Да, он, походу, удалил... Скаута. Я думаю, у тебя там войск нет. Что за толпа ко мне бежит? Иду брать тебя уже. Эх, с Ириланом бы дружить, конечно, но рабочего надо забрать будет. Я не буду пока защиту обещать. Я бы, конечно, к ним ко всем сходил, дань пособирал. Да, в циве, конечно, партии длятся долго, а вот в глобальной космической стратегии ConsoleWorld.ru еще дольше, месяцами. Правда, там, конечно, не надо постоянно находиться в игре. И ваше время расходуется более экономно. Кстати, по игровым событиям рисуются и выпускаются комиксы. События в игре влияют на сюжеты комиксов и наоборот. Так что заходите на сайт ConsoleWorld.ru и участвуйте в игре. Ссылка в описании. Не забудьте указать секретную фразу «Леша играет» и получить бонусы. Так, давайте смотреть. Индус. Культуру от пастбищ. Но на самом деле тут самое опасное именно индус, потому что его слоны – это мрак. И даже если бы американец был ближе... Забавно, я выбираю посело. А, не. Не забавно. Передумал. Передумал, да. Я прям слышу по дискорду, как мозги работали, они такие, знаешь, так... И все встало на свои места. Все не забавно. Так, амбар. Так, где этот дуболом? Чихнул сейчас. Ну, у меня когда-то вот сюда надо будет города ставить в сторону. Индусы явно. Ну, и в сторону американца тоже. Ну, тут неплохо. Тут и пустынька есть, и свинки. Три. Вот либо сюда, либо сюда. Надо подумать будет. А какой по армии? Четвертую. Ну. Индус вообще последний. Блин, куда же этот дуболом побежал. Ага, вот и украина. Значит, да, сюда надо будет ставить. Поэтому давайте пойдем дуболомом. Если что, мешать ему. Так, не думаю, что это будут какие-то юниты американца или индуса. Поэтому без защиты поведу. Ты откуда там побежал? Я вот тут тоже самое спрашивал про твоего дуболома. Ну, ты хорошо, что сюда пришел. Я тебя искал, а теперь ты умрешь. Да ты руинку просто забыл. Поэтому я как бы, ну, позаботился о ней. Надеюсь, тебе там лагеря варваров показали. Хотя, я думаю, если нету лагерей, то нет такой руинки, да? Она, кстати, что-то ничего не дала почему-то. Как так сильно? Ой. Слышишь, ну-ка я там... Ты умрешь. Баланс, баланс. Ты умрешь. В корчах, в муках. Баланс. Че-то разработчики, походу, накосячили. А что тут баланса? Ну, не знаю, че-то пол-хп снял. Каким-то лучником обычным. Смотри, ниндзя, посел стоит. На горе. О, попал-то сюда. Да. Постклик. Э, куда? Иди назад. Попадала вам. Серьезно, я варвар. Зад его давай. Не, на самом деле, это нормально. Ну, во-первых, не пол-хп сняла, а 34, что ли. Во-вторых, у меня прокачанный на гору как раз. ЖИДЕС. Что, СОБАКА хотел сказать? Да нет, там сбу койкая. Эти собака тоже сбу койкая. Ну, в общем, какой-то будет заляткой. Ну, как шить сюда, кшш. Кшш. По-хорошему. Ох, кто-то там прям. Волюшка такая. Беспощадная. Что? Что без... Антон. Антон на беспощадную волю. Я что-то не обратил внимание. А, продукцию, да. Блин, вот вы в волю езжаете, а как за еди. Умейте совесть. Ничего себе, что тут. Не парься, я в традиции. А, ладно, это я спалюсочек. Е-ху-ху-ху, да вы чё? Я всё понял. Понял свои ошибки? Уходишь? Не-не, у нас тут просто Рим буйно. Блин, я не кем походил. Я мирный, я спокойно. Ух, поплати, Серёха, за это. Убирай его отсюда. Ты мне говоришь? Да. Ты развидишь моего посила? Разведом, у меня два глаза. Ну... Это когда-то я что-то накачал. Ну, ГГшке войну объявил. Она постреляла. Я отошёл. Похилился, она опять постреляла. Как бы скилл... Ни на что не намекает. Ох, я мискликнул. Ох, американец, получи, получи. Причём вообще очень забавно. Типа... Просто не почувствовал лучника. Чай твой лучник получит. Давай, подходи, стой там. Так, подходить или стоять? Можешь подойти немножко. Нет, тогда я, пожалуй, постою. Ты можешь подойти, постоять. Да. Просто снес... Просто колотуха и его вынес. Не, ну, кайф, конечно. Когда ты убиваешь всех-то юнитов, а не твоих. Кто-то. Красного цвета. Парни, Лёха напал. Объединяемся, выносим. Кто-то с другого континента помогает. Нет, слушай, ну у нас тут явно будет весело. У нас тут так расположено, что мы реально как бы втроём будем друг с дружкой. Я не знаю даже, как оно будет. Преугольник. Да, да. Тут даже не кто-то там, не кто-то между кем-то, а именно таким тройничком. Ну, кто в центре поставит, пацаны, кто смелый. Вы по часовой стрелке вот так вот идите и нападайте. Почему по часовой стрелке? То есть, американец нападает на меня, я на индусов, а индус на американца, да? В этом... Почему нет? А индуса. Так, ну-ка, всё, хорета. Не надо там на индусу. Ты Ганди как бы видел, но он так маленький-хиленький. Ты ещё нападать хочешь? А меняться нельзя, да? Нет. Это же войня. Как бы. Так, ну что? Что насчёт Дани? Блин, со всех сторон, со всех сторон окружают демоны. Блин, я туда город хотел поставить. Конечно, ты подгадил, подгадил, Лёха. Серьёзно? Ты сюда хотел город поставить? В четырёх клетках от моей столицы? Да, холмик. Ну так атаковать же ж надо. А вот теперь куда мне всунуться? Получается, Лесья? Ладно. Ты убил моего лучника. Это уже преимущество. А вот моего дуболона. Это больше преимущество. По-моему, каст там вообще. Жирует. О. Как так, я не успеваю пострелять теперь. Ты... Ксандр тебя перекликивает? Нет. Это Янсенец своим разведчикам. Так, следующую. Давайте охоту откроем. Я не знаю, как и куда мне теперь города ставить. Всё слишком сложно стало. Лёша везде подсидел. Да. Так кто-то американец прессует с одной стороны? С другой Лёша прессует. А вот их никто не прессует. Понимаешь, Ксандр? Нужна помощь твоя. Я уже бегу. Осуди их. Ну хоть попал. Я вас осуждаю. Ну, 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 атаких. Кинул игрок. Ксандр кинул осуждение игроку ниндзя. В смысле? Я кнёжику кинул Харецкого? Ксандр знает, что это, ну, типа, братки и все дела. Если что, я его кинул. Ну, это так, чтобы не узнать. Да мы в курсе, Ксандр, что ты всех кинешь, если надо. Не, ну, как бы, своя жопа. Сандр же отошёл, да? Почему? А, блин. Как тут можно отойти ходы по минуте? Я вообще не представляю, как можно будет отойти куда-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Ух ты там копейщиков навёл. О, ниндзя в волю? Ой, то есть в традицию? Знаешь, я что-то сказала об этом. Я тебе больше скажу. Что? Скажи больше. Угадай, во что вышел Рим. Тоже в традицию? Нет. В честь. Во что он вышел? В философию? Нет. В оптику? В висячке в хихачке. Сюда надо ставить. А, хотя... Ох, ниндзя. На побережье, да, на побережье надо. На побережье надо. Да вообще, жуткий человек он, да? Да, да, слушайся. Блин. Так и знал, что тут нельзя еще болото. Я вообще не видел, что тут болото. Здесь ты это сделаешь. Просто. Не видел тебе больше. Так, так может... Блин. Может уже тогда в коляске идти? И фигачить коляске? Блин, Маракеш сдохнул. Вот я дебил, а. Почему это каждый раз со мной происходит? Леша, Леша. Каждый раз. В каждой игре у меня дохнут. После постройки поселенца. Юниты. Просто какой-то... Такие подлые соседи попались, конечно. По карте. Не говори вообще подлые. Не соседи. Это не соседи такие, это игра такая. Такая игра. Просто кто-то в традицию ниндзя решил поиграть вместо воли. Поэтому и... Я вот тоже думаю, что тут походу не то. А что какая разница? Вот я, например, в традицию играю. Ну потому что мы с американцем заселили все вокруг него, а он все... У меня вот изначально места нет. У нас тут места нет. Я как бы не город, но я могу вот здесь маленьким кусочком. Я, конечно, не знаю. Может, там у Сиама еще 3 километра земли? Судя по тому, что он там херачит города, как не знаю кто. Судя по тому, что он там херачит города, как не знаю кто. Судя по тому, что он там херачит города, как не знаю кто. Парни, не герти. Ну, мне надо, видимо, еще где-то вот на цитрус. И поставить город. Прям чтобы ниндзя окружить. И с этой стороны Дели брать. Например. Пирамиды. Не мы. Не у нас построен, в смысле. Так, так, так. И кто это посмел их увезти у меня? У тебя, который в традицию пошел. Ксандр, а у тебя все на твоем континенте все в традицию, кроме тебя? Нет. У нас этот поле. Как его? То есть у нас три на три. Сям учудил, да? Не, не знаю. Вот у меня личное место на волю нет. Зачем у нее играть тогда? Я вот тоже. Хочу посмотреть вот тут же. Ну, тут вот я смотрю на цитрусовое неплохое место будет ставить. Так, до трех вырасту еще на пусило. Взял у бедного Бена Сайреса, увел последних рабочих. А где-то ж еще две двигачки. Ну, ниндзя, что тут у тебя, я смотрю, а? Ты куда? Иди сюда. Я все вижу. Сюда иди. Куда это вы тут залезли? Сейчас мы тебе надоем. Насуем. Надавай и носуй. Быстрее ноги. Если бы не они... Девиз инди. Надавать и носовывать. К сожалению, в данный момент это так. Но! Мы надеемся, что это сбудется. Да, на армию вы там штампуете, конечно. Не по годам, а по часам просто. А что там по стенам, кстати, было? Или по стенам можно строить? Я думаю, давайте можно. Или как? Решим. Вообще, решим. То есть, если кто-то строит... Не, ну это же не дуэлька. Так-то. Ну да, если кто-то строит стену, значит, соответственно, стен в него нападают. С другой стороны, очень большое преимущество получает. Да, такое стоит, да. Если бы фэфа это было как бы на шестерых, то... Ладно, давайте, короче, мы стеной туда. Ну, то есть, давайте стену после открытия артиллерии можно, чтобы... Выполнить задание ГГшек. Не, ну меня-то ГГшка сейчас просят, пацаны. Как бы, видя около меня двух соседов. То есть, ты уже вышел в стену, уже готов ее строить, я так понял. Ну, я туда кликал. Ну, раз кликал, тогда строить. Опять же, случайно нажал. Ну, короче, стену не строим, так? Только после открытия артиллерии. Ну, да, да, да. Ох, чувствую, тут на пражном идет. Ну, да. Да ладно. Подбирается из нее, ехо, он меня тут. А, кое-какие змеи и слонов строят. Одного. ГГшка подарила. Чё, в шпионов садил? Да ГГшка подарила. Не верите им. В смысле? А, ну ладно. Блин, этого лучника не хватает, к сожалению. Я какими подлинными вещами занимался. Ничего себе, там религию кто-то оставил. Да, ничего себе. Там у кого-то, видимо, чудо. Тот, кто пантеон брал на плюс 4, у него еще и... Самый чудо. Прямо в столице чудо? Ничего себе. Ну, если один был, тогда в столице. Слушайте, а можно как-то перезайти за другого человека? А у него все плохо. А, да ладно. Было хорошо, что никто не спросил. Блин, ну вот какого хрена твой Дели в четвертом радиусе хлопок выкупил, а? Ох, хорош. Это вообще нормально. Дели хорош. Вот как знал, столица. Прямо как бы умные люди. Лез. Ну что, тут только двое лошадей, ну зашибись. Хотя бы вот тут надо еще будет обработать, значит. Блин. Только 6 лошадей. Давайте я тут вырублю лес. Ну вот сейчас тут Very Low Influence пройдет через 3 хода. Можно будет Серивана взять, а Коломбо я подведу лучника, надеюсь. Так. Скаут никак не может там повлиять на силу. А вот. Да, 2 хода. Что-то 2 хода должно спасть. Уже минус 18, блин. Ой, здесь Скотландо скоро можно будет взять. Я, видимо, уже не первый по армии, да? Поэтому чуть меньше стало. Но ничего. Это все пройдет. Да, тут, кстати, нормальное место, между прочим. С моря-то, конечно, берется, но для развития вполне. И через волю можно будет нормально еще караваны пускать. А чего я тут не вырубил? Сначала вырубать надо было, а потом уже строить. Так, здесь пойдем лошадей обрабатывать. Блин, сколько тут 9 ходов. Хотелось бы, конечно, репрезентейшн взять раньше, чем город 4 поставлю. Так, в осень, собственно, построится коляска. Подведусь к Катманду, можно будет взять. А вот с Коломбо сложновато. Видите, так, дорога, потом здесь всего лишь одну, и тут две. Потом отсюда три, и города будут соединены. И по минимуму как раз дороги проложены. В принципе, у меня еще пятый город где-то тут возможен. Так, и осталась Коломбо у нас. Что там у американца интересно. Ого, откуда-нибудь столько денег. Неужели он тоже туда не пособирал? Ничего себе. Стоит караваны построить таки. Какой-то лаг был, да, сейчас? Да, подъяснилось, что было такое. Вот, не хватает слегка. Так, американец вышел в классическую эру. Ну, американец, походу, в констракшн, а ниндзя вышел в математику. Хотя, чувствую, никто ни на кого нападать не будет. Да, наверное. Ну, не знаю, я сейчас хочу колясок поднастроить и на ниндзю таки напасть. Почему нет? Почему нет? Ну, блин, минус 30, ну. Ладно, надо идти, наверное, отсюда. Не дадут мне тут дань уже, к сожалению. Следую. То есть, я хочу. Продолжение следует... Так, надо, я думаю, в инженерное дело выходить. Так, я поставлю тут на цитрусовых, у меня будет плюс счастье, еще вот со специй надо будет счастье взять. А, блин, про репрезентейшн забыл. Я дебил, опять. Дебил в очередной раз. Потому что это важно, это намного меньше требуется культуры. Культуры. О, блин. А у меня рассинхроны не грузятся. Ладно, давайте я выйду. Ну, блин. А стоп, а че мои юниты подвигались? Блин, так мы ход потратили. Да, мы ход потратили. Ну, зачем ты убил моего скаута в итоге? Подожди, где ты ходишь-то? Я поняла, что там капля хп только осталась. Не, ну зачем ты сейчас тут инвок? Ну, блин. Короче, давайте рузить, потому что у меня слон подвинулся к моей стольне. Один, который стоял на мраморной. Второй добил Лехиного этого. Но этого я, который Лехиного... А ты ничего не сделаешь, тут все равно кто-то перезаходить должен. У меня просто лично не ходило. Ну, ладно, продолжим. Но скаута жалко. Ужас. Это был мой любимый скаут. Ну, убило чисто потому, что я его обстрелял гордом, получается. И нажал этим слоном. А ты тогда заходил, и получилось, что его не убило. Я решил, что я не успел. Блин, я тут компьютер в какие-то апы деньги потратил. Ну, нет Кореи же не больше. Пожалуй, тогда не реп... О! А, там еще городок. Все, уже у кого-то город берут. Ну, как бы тут без вариантов сейчас пойдет, я вбиваю. Ты мой счастливый, чай юнитов, нет? Ну, а, нет. Ну, да. А что-то будет делать с этим в старом галгоне. Несу и все. Сначала посмотрю, что там вообще. Да, он недавно был построен. Ну, ты знаешь, легче свой поставить. Ну, да. Слишком часто играл в мирный мир. Да. Ну, какие висячки-то и чё. Ну, все, давайте, всем пока. Спасибо за игру. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, всем у меня сейчас тоже разведы покарал. Блин, я реально не успеваю тут подводить юниты уже. А, это он реально издевается с этим анцием? В смысле? Он же вышел уже. Ну, это я про качество этого города. Блин, бедный ниндзи. Да. У тебя, походу, единственный шанс, что мы сейчас с американцем передеремся. Я сижу молча, жду. Надо было мне лес вот этот вырубить. А то как-то он вам мешает. Честно, я был от Рима снёс, а анции оставил. Ух, демоны. КГшки не хотят караван. О, Коломбо хочет. Блин, он далеко. Но зато он торговый. Рискнём. А, это уся, может, видеть, я перепутал. У меня такая армия. Побьёт. Надо бы отступить. Да, жёстко. Ключилки нету. Да, у меня ещё ничего не пошло. У меня тоже просто закончился таймер, и всё. Может, ещё пролагает. Но у меня написано, что ниндзя не закончил ход. Нарисовано, точнее. Не, он не закончил. Но сейчас shift enter, не знаю. Может, кто не воюет, может выйти. Все shift enter нажмите. На весь интерак такой есть. Просто при перезаходе, может, питбосс я забыл поставить, и тут будут все ходить. Я понимаю, что ты думаешь. Ты не забыл поставить. Таймер нельзя поставить минутный, если у тебя питбосс стоит. А, да? Да. А что тогда? То есть вообще нельзя таймер ставить? Он часовой ставится. Серьёзно? То есть ты пишешь 4, он 4 часа таймер. А, 1-1 час будет? Да. Может, там через 0-0-0, я не знаю. Что странно, я вот сейчас заходил в лобби, Ян был жёлтым. И он сейчас жёлтый, я вижу. Он вообще в игре? Ну да, я у себя зелёный, ну и всё ходит, всё нормально. Как воюем на счёт? Так у меня юниты походили вообще? Ну да, он видишь, что юниты... Слушай, американец, это американец уже ходит. Это американец тебя обстрелил. По-моему, мои юниты вообще не ходили, кстати. Не-не-не, он видишь себе копейщик от города обсадился, когда проатаковал него. Но и столь нерва была у меня зелёненькая. До того, как... Твой комп. Э, демоны, ну-ка, прекратили. Team Play! дайте один ход мне выжить один ход мой город обстрелил ответить где справедливость бренд еще и стены там построим что опять раз синхрон или что я тоже гружусь и я думаю сейчас все вы это рассинхрон из за того что я перри заходил сейчас загрузится и все путем пойдет у всех же грузится да если меня смущает что я на меня желтые хотя пинки со всеми вижу и пинг вроде нормальный а фига загрузилась и ничего не идет кто-нибудь не загрузился все блин ну отлично проиграли но это бред какой не могу опять выйти зайти очень красиво я тебя захватил конечно спасибо пока ну я не знаю я зашел и что и ничего не происходит рассинхрон походу нельзя ставить одну минуту в этой игре то есть хотя бы две чтобы можно было успеть перезайти точно всем ну я точно знаю что до круги да нет я как я точно как ты он блин он всех поубивал удели все снял все эти хп ну играем давай ёжик раз два три и а и и и и и и Генерала набил. Так, и что-то разогналось. Хитрый ежик. Тут этот компьютерный индус меня обстреливает. Ну, в приоритете-то ежик. Иди в Мумбаи возьми. Возьму. Возьму. И Мумбаи 8. Ну ты понял. Ух, шиза танцы. Например, в пшеницах, двух солях и конях. И сердце кровью обливается удалить. Блин, какие-то... Блин, у меня тут компьютер еще всякую фигню строит в городах. У меня тоже. У меня тоже. Я вот почему-то начало строиться. Какая-то хигня, которую я не приказывал. Блин. Хоть как-то походить, блин. 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 Четырнадцать. А, Коломбо моим союзником стал. Так, коляски-коляски-коляски, метколук. А почему так долго? Хрен я возьму Не понял, тут же дорога, почему ход закончился? А, это дорога на его территории, блин Как все через жопу Ну, одна минута, конечно, это сурово Прямо скажем Так, этого рабочего он не может захватить Так 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 Ну там строители. Ах вы там религии основатели. А что такое? Да ёлки. Разграбил такими там караван. Да. 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 И они удали. Слушай ну надо как-то договориться видимо что типа если я захватываю на этот ход то ты только на следующий захватываешь как-то так что не будет земли какая разница смысле убивать земли не будет выбивать так он юниты будут не убивать в городе если захватит на этот ход в этом сейчас да но с другой стороны я просто не успеваю ходить например ты едут с чего если делать такое не успел юнит подвести сейчас опять видимо будет 0 секунд не знаю я тоже гружусь но как оно будет в прошлый раз нормально ну да так посмотрим а а а а а а а а Продолжение следует... 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 что за свой сайт дать что-то вышел в поле с конем ты только не жди до конца эти прошу я не это я вообще спасибо что он думаете вот это я засуисайдил так засуисайдил ну давай ой я забыл ой суши ну это какие-то прям 4 подвезли о генерал может еще и без защиты чуть от генералов а ты наверное с этого взял с воли генерала ты скачешь так дать что-то скакалка раскаковать ну хоть тут убью не успел окей освобождаюсь главное еще и мир не заключить знаешь постоянно желание типа договориться о чем-то но но нельзя а у вас там ся вам вообще какая-то война идет три клеточки прохода фух три клеточки прохода довольно сложно воевать говорят то есть вы там в развитии играете то есть пугать тупые в их в 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 бывает блин ну реально я вообще реально ничего не успевают торгуем договоримся я даже не смотрю демографию как там по демографии вообще а у американцы типа вроде как похуже чем у меня или нет как по-твоему я в нее только зашел я не знаю там тут на первом месте ну это если тут в большинстве на последнем всем на первом поезде и на первом потронке на сиденье какие там клетки прикольные не про тебя так ну здравствуйте 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 вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но у меня счастья нету, поэтому нету смысла тут особо выделываться ДимаTorzok Подожду, пожалуй, ход Тут конь бешеный Так, тут можно вырубить лес Ты там что, этих сохранил, что ли, лечил? Нет, почему через каждый ход у тебя лечилка? Ну не знаю, вот у меня сейчас, например, осталось 12 очков до следующего уровня Сейчас ударил, я вот как раз получил я Честь принята сверху Сангай, а как у тебя этот арбалетчик оказался в Антона-Нариву? По воде? Да По воде же нельзя плавать Ну, мы с продесантом поговорим Не слышал нас, да? Наверное, нет Ну, в три клеточки тут можно долбиться, я не знаю, до самолета Типа десант По прибрежным районам можно Они там прибрежные, как бы все, поплыли У нас там между Антон-Наривой и моей землей две клеточки Блин, надо мастерские везде ставить Блин, надо мастерские везде ставить Блин, надо мастерские везде ставить Ну, сейчас еще поставить У меня тут, конечно, дофига генералов Почему даже не надо Эту крепость Убивать Свою поставить Ну, он взял с чести Он взял То есть у него быстрее набиваются они То есть это типичная дуэлька такая А я немножко затупил Я ффашку играю, типа Я вот думаю, может ему отдать эти дели У меня ощущение, что я первый арбалет и раньше выйду Я не знаю, что я первый арбалет и раньше выйду Взял с чести Продолжение следует... 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 особо без вариантов поэтому просто иду вперед уже всем чем есть не все тут юниты видны а блин оказался ереванский ну нормально вообще вот 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 Продолжение следует... Ай! О боже, сколько у меня тут... Ну, кстати, можно, в принципе, попробовать так, типа, что первые три четверти таймера мы можем воевать, а остальное время только на постройку или половину на половину таймера. Ну, это же, опять же, следить надо. Фиг знает, как тут правильней. Ты молодец! Как ты с нами тут тугодумами только... Как тебе с нами не скучно? Блин... И не убил. Сколько там арбалетов-то, да? И плодятся, и плодятся. Да дофига. Ну, по-хорошему, конечно, Александр уже победил, потому что... Не сможешь ты быстро меня взять. Ай, ничего не построил в городе. И они... Как... У-у-у-у-у! Продолжение следует... 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 Ну, Ксандр, а твое мнение по такому формату? Нормально. Ну вот, согласитесь, с минутой прикольно все-таки. То есть ты должен прям на инстинктах просто действовать без всяких вот этих рассусоливаний. Минута размышлений вперед. Вот как в шестой циве есть карта Снежинка. Ну или как она там? Только там она прям реально там на развитие, а потом ты выходишь. А тут как бы то же самое. Ну там Снежинка, она вообще просто полностью одинаковая у всех. Ну да, ну и что бы и нет. Слушай, ну у вас поприкольнее, конечно, сгенерировалось. Я вот понимаю, еще Сиам мог сидеть в развитии играть, но почему сидел в развитии Рим решил поиграть, непонятно. А что ты в два города просто и все, и пошел? Блин, вообще Ксандр через традицию, прикинь, играл и всех захватил. Ну блин, ему повезло, у него на карте просто нубы с ним играли на его половине. Вообще не понимаю, как можно Римом играть в традицию и проиграть Сангаю, который тоже играет в традицию. Что, будем еще играть какую-то? Ну я уже сегодня не буду. А так, в принципе, я бы такое еще сыграл. Ну вот можно на кольце все-таки попробовать. Или на внутреннем море, или на кольце. А почему думаешь, что кольцо лучше, чем внутреннее море? На внутреннем море места побольше. На кольце вроде как реально не бывает гор. И в центре можно выбрать что угодно. А, например, ту же самую пустыню. Ну мы про шайбу говорим, да? А, значит шайба. Да, кольцо, да, шайба. Вот. А на внутреннем море реально может быть так, что там горная гряда, и вообще там один чувак может быть замурован. Хотя там шестерых игроков я кольцо... Ой, внутреннее море не так уж часто играл. Можно в генераторе посмотреть, покликать. Ну, если там, например, внутреннее море, кольцо или шайба будут один к десяти выдавать горы непроходимые, ну и френслим. Ну да, да. Ладно, спасибо за игру. Спасибо за новый формат. Давай, пока. Спасибо, что досырели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досырели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. До свидания. holders Продолжение следует...